Купание в реках района только на свой страх и риск. Пробы воды, взятые Роспотребнадзором в этом сезоне на синячки и баньки близ плотины, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям по микробиологическим показателям. Эти единственные официальные места пляжного отдыха в Красногорске пригодны, но не для принятия водных процедур. Максимум солнечных ванн. Тем не менее, исторически сложившиеся пляжи есть в каждом поселении. В Отрадненском это берег сходнее, в Нахабино местное озеро, в Ильинском сразу несколько набережных. Береговая линия реки Москва в районе поселка Мечниково. Это Нижний пруд вблизи гидротехнического сооружения номер 7 на реке Липко и вблизи гидротехнического сооружения номер 4 на реке Липко в Бузланово. Вот эти три места всегда они проверялись, очищены, наблюдались. «Самое такое, где больше всего отдыхают людей до 10, где-то у человека на момент установлена видеокамера на озере. То есть, в принципе, можно в реальном масштабе времени выведена информация ОВД, МЧС. То есть, в принципе, можно ориентироваться. Запись ведется. Да, запись ведется. Она выведена в нашу, в эту, в Московскую область систему». Лето – время школьных каникул, а значит, есть риск, что дети, предоставленные сами себе, могут набедокурить. Сейчас в районе Павшинской поймы молодежь повадилась запускать плоты на Москве-реке. Недалеко до беды предупреждают в отделе ЧС. Вопрос на контроль взяла не только водная полиция, но и районные правоохранители. «Не обязательно, что дети были Красногорского района, потому что, вы помните, да, случаи, когда у нас и с транспортом было связано, катались на электричках. Это дети Миттина». Впрочем, сотрудникам ОМВД головной боли добавляют и меломаны. В Красногорском районе регулярно проходят стихийные концерты и опен-эйры без всяких на то разрешений. Фестивали в местных лесах собирают сотни молодых людей, зачастую любители не только музыки. «Данные мероприятия проводились и позапрошлом году, в том числе на баньке в районе Плотины, и по дороге от лагеря Искара на Транинскую территорию. Там люди собирались неоднократно, неконтролируемо, в том числе были задержаны с употреблением наркотиков. Это осложняет нам работу в плане того, что мы не знаем о данных мероприятиях». Для того, чтобы дети не слонялись без дела, в районе работает целая летняя оздоровительная программа. Уже открыты 29 лагерей при школах, один круглосуточного пребывания «Искра». К концу июня начнется смена в детском городке «Сказочный». Во всех образовательных учреждениях были проведены уроки безопасности, где информировали детей о том, как себя вести в период летней оздоровительной кампании. Обратить внимание на вопросы бешенства животных на заседании комиссии ПЧС порекомендовали сотрудники ветеринарной службы. С мая в Нахабино объявлен карантин, поскольку был обнаружен зараженный вирусом дикий ежик. В городском поселении и районе в целом в срочном порядке провели ряд превентивных мер. Всего по Нахабино вакцинировано 345 животных. По Красногорскому району за май месяц, хочу сказать, что с 1 мая в Московской области проводился месячник борьбы с бешенством, в Красногорском районе было вакцинировано 1600 животных. Много вопросов у специалистов ветеринарной службы и к контактным зоопаркам. Сейчас таковых три в Красногорском районе, и происшествия в них фиксируются чуть ли не каждый день. К сожалению, сегодня этим зооуголкам не требуется разрешение со стороны ветслужбы. Значит, проверить, здоровые ли животные, которых дают гладить и тискать детям, можно только постфактум. Как отмечают сотрудники ведомства, об условиях содержания братьев наших меньших в таких зоопарках и говорить не приходится.